Всем привет, ребят! Новый день, и сегодняшний день начался просто дико, просто дико. Я сейчас буду делать омлет, очень хочу, потому что вчера мы купили хлеб, и я смогу есть омлет, потому что я его с хлебом только люблю. И буду рассказать вам просто пипец историю, которая сегодня произошла. Короче, я сижу за компом, выставляю видос, точнее, мне нужно было его загрузить, потому что там, где в конце, вчерашнего дня я играю на фортепиано, понятно, это не я играю, я, короче, подставила музыку из интернета, где кто-то играет на пианино, и на нее пришли авторские права, следовательно, монетизация выключается туда-сюда, и я такая думаю, блин, что за нафиг, я так не хочу из-за какого-то саного куска выключать монетизацию на видео, потому что это мой хлеб, яичко, понимаешь? Я вот этим всем занималась утрем, слабо записал, как он играет на пианино, чтобы не было авторских прав туда-сюда, поэтому в конце вчерашнего влога, там это Слава играет, ну, он так, типа, знаете, за пять минуточек побренькал, и я сижу, все это загружаю, жду, когда у меня там все произойдет на ютубчике, я смогу открыть видео, и мне звонит моя подруга, и она мне такая говорит, Юля-то правда, я ей говорю, что? Ну, я вообще не понимаю, о чем идет речь, она мне говорит, типа, про твою бабушку, я опять не понимаю вообще, в чем дело, о чем идет речь, Короче, она мне так и говорит, то, что мой папа ВКонтакте отправил ей сообщение о том, что его мамы сегодня не стало, послезавтра похороны. Я такая, типа, в шоке, потому что, если это так, то, получается, моей бабушке не стало, и у меня, понятное дело, внутри просто пипец уже, что происходит, но мозгами я в это не верю. Ну, типа, я думаю, что за бред вообще, что за нафиг? Ну, типа, вряд ли мой папа бы стал вот так вот сообщать такие новости ВКонтакте рассылкой какой-то, ну, даже не рассылкой, а просто таким сообщением. Короче, суть в том, что я в это не поверила, но офигела, уже даже подошла к славе, говорю, типа, вот такое произошло, не понимаю вообще, что происходит. Я звоню папе, думаю, ну, как бы, да, надо было сразу это сделать. И он мне первым делом, я даже не успеваю ему сказать, типа, привет, пап, а что такое вообще? Что за нафиг? И он мне такой говорит, это все гон, Юля, это все гон вообще, типа, и рассказывает то, что его страницу ВКонтакте давно взломали еще, но он, типа, давно на нее не заходил и тому подобное. Вы прикиньте, просто вы представьте, как я офигела. Так что вот такое у меня доброе утро, понимаете? Я начала писать своим знакомым, друзьям, кто знает, как можно заблокировать эту страницу, у кого есть там какие контакты, связи, через ВКонтакте все это сделать. Короче, никто мне ничего не отвечал, точнее, ни у кого не было никаких контактов. Ну и в итоге, я думаю, сделаю сториз в Инстаграм, типа, попрошу подписчиков, чтобы они блокировали эту страницу, потому что папа говорит, он в шоке, ему все звонят, все пишут, потому что рассылка с его страницы происходит. Жесть. Мне тоже, как бы, все написали, ну, кто моего папу знает, кто у него в друзьях ВКонтакте, типа, это правда, это правда, что такое, Юль. И когда я выставила это в истории в Инстаграм, мне начали писать, типа, это ужас, у меня тоже такое было, что с моей страницы рассылали, и кому-то там что-то приходило. И причем не просто, типа, мама не стала, еще потом деньги вымогали. То есть, мне папа прислал переписку какую-то его, видимо, знакомого со своей страницей, на которой он не сидит, которую взломали. И там, типа, просили, вот, ты можешь мне там помочь, туда-сюда, скинуть деньги на похороны, типа. Я думаю, так, моя задача сейчас предупредить всех своих, что это все фигня, кто не в курсе. Я сразу написала Гоше, брату своему, то, что, Гоша, если тебе придется страница папы, вот такая хрень, что бабушки не стало, в это не верь, пожалуйста. Такие вот новости. Завтра у меня должна быть фотосессия, но я вообще не понимаю, о чем будет эта съемка. Так что, короче, сейчас сделаю омлет. Дождь, саный, вонючий. Обновляю страницу постоянно, смотрю, какие просмотры там, что по комментариям. Так что, сейчас сделаю омлет, потом сяду кушать и расскажу вам, какие все-таки будут сегодня у нас дела. Что рассказывать? Слава себя плохо чувствует после вчерашнего трипа на морозе. Сейчас еще попробую омлет, вдруг это несъедобно. Чтобы добить кино. Да, люблю добивать себя. Это съедобно. Огурчись, обороны. Я даже не знаю, что вам сказать, вот такой вот сегодня у нас влог. А, Зая, что по плану, мы поедем с тобой в магазин? Это погоду на улице видно? Угу. Не значит, что все. Для меня значит. Ну, как же сходить в кино, если что? Единственное, что там есть, это вот ужастик, но меня смущает, что там страна производства Мексика. Думаю, это будет не очень. Хотела бы я поехать в Мексику? Угу. Но я бы не хотела их еду есть мексиканскую. Она мне не нравится. Вот эти все таки-таки, бориты-бориты. Сижу за компом, читаю ваши комментосики к предыдущему влогу. И девочка одна пишет, Юль, а от Вивы не пахнет собачьими запахами? Я надеюсь, ты поняла, о чем я. Нет, вообще она очень вкусно пахнет, как конфетка. Я очень рада. Ну, типа, знаете, обычно собаки пахнут собаками. Ну, собачьими запахами. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Она пахнет, как конфетка. Я так этому рада. Вот, опять ставлю лайки. Смотрю, что пишете. Пишут, что настроение поднимается, когда смотрят видео. Так приятно. Говорят, делай неделю влогов чаще. И тогда мы тебя еще больше будем удивлять своей активностью. Ну, ладно. Но только смотрите, чтобы это самое. Реально. Говорят, снимай каждый день влоги. Выставляй каждый день влоги. Девочка пишет. Я, кажется, ненормальная. Мое настроение уже зависит от твоих влогов и сторис в инста. Погода портит настроение. Влоги Юля поднимают. Так приятно. Я ржу над твоим комментом, зай. Я хотела тебе рассказать одну бомбическую новость. И задуманную мою идею. Видишь, что дыру в стене? Обои? Ну да. То, что там нет куска обои. Давай сегодня. Я думала, что мы с тобой наведем чисто красоту в твоем офисе, в твоем кабинете. Но? Что, но? Без но. Я говорю, я хотела, чтобы мы сегодня навели красоту в твоем кабинете. И я бы хотела, чтобы мы сегодня прибили картины. Прибили? Ну, это не сложно на самом деле. Нужен просто специальный гвоздь и молоток. Знаешь, я долго думала о том... У нас гвоздей нет. И фокусы тоже. Ты все верно говоришь, мой замечательный. У нас нет гвоздей специальных. Есть же специальные гвоздики, которые... А, не нужны нам гвозди специальные. Нам нужен просто гвоздь. Сейчас буду думать, чем сегодня заниматься. Потому что то, что я планировала, не получится сегодня провернуть. И я сейчас чихну. Короче, наверное, час. Лежали со Славой и залипали в ТикТок. Не знаю, чем сегодня заниматься. Точнее, ну, типа, разбираться дома. Наводить какой-то порядок, красоту. Это понятно. Но просто дома быть, а еще так холодно. Я вообще не понимаю. Что за нафиг? Плюшка моя. Почему так холодно? Да, девочка? Стою, смотрю в окошко. Здесь окно просто фу, вонючее. Даже не хочется выходить сегодня на улицу. Ни за какими продуктами там. В общем, нам нужно каким-то образом вот это пианино собрать. И поставить в этой комнате. Я очень расстроена. Очень расстроена. Потому что у меня прям такое состояние. Типа лечь в кровать. Включить Сабрину или сотню. И вообще ничего не делать. Короче, мы со Славой решили заказать еду. Я решила заказать пиццу, потому что у меня такое тупое настроение. И я решила подботрить его гадостью. Вот с таким кайфом мы лежим. Здесь валяется куча вещей, которые я буду позже разбирать. Я их вывалила, потому что планировала все сначала разбирать. Но потом из-за грустного настроения я решила лечь и смотреть Сабрину. Слышишь, как водичка бежит по трубам? Надеюсь, что это горячая водичка и будет тепло дома. Все, ладно. А может просто промахать. Сейчас тебе подниму волосы. Вот какой модный. Что ты ешь, Зай? Лапшу. Я считаю, что вок это одно из самых чудесных. Вок? Ты любишь вок? Ребят, кто любит вок, напишите в комментарии об этом. Мне кажется, что часа, наверное, четыре мы лежали, смотрели Сабрину. И свет везде был выключен. У меня даже из-за этого башка немного разболелось. Типа, еще не так поздно, не ночь. Ну, короче, блин. Сейчас мне нужно разобрать вещи, которые валяются на кровати. Сложить их. Потом навести порядок на кухне. Разобраться на балконе. Потому что мы хотим сделать перестановку в комнате. Состояние отстойное. Я уверена, что вы после вчерашнего дня особенно ждали, что сегодняшний вот этот влог будет просто бомба. Какой классный, смешной, насыщенный. Но не каждый мой день очень насыщенный, смешной и веселый. Хвостик маме смешной. Что же ты так любишь танцевать, моя шоколадка, фрикаделька? Ой, ты мой малыш. Я попросила вас, чтобы вы в моем инстаграме задавали мне вопросы. Пока я буду разбираться дома, я буду отвечать на ваши вопросы. И вообще будет кайф. Так что сейчас я выберу вопросик. Любишь ли ты говорить на тему похудения, худобы? Наверное, не люблю. Не люблю, потому что мне нечего сказать здесь. Это не та тема, в которой я сильна. Что мне рассказать? Я просто похудела. Я просто худая. Я не сидела на каких-то специальных диетах. Такой вопрос. Почему не поддерживаешь отношения с бывшими одноклассниками? В принципе, очень простой ответ будет, потому что в школе, когда я училась, я и в школе особо не общалась с одноклассниками. Точнее, у меня, может быть, было 4 человека из класса, с которыми мы классно дружили. У нас была своя компашка и типа того. Не общаюсь, потому что у всех своя жизнь, у всех свои дела. Я думаю, что с Надей мы еще хорошо общаемся, потому что мы давно друг друга знаем, потому что мы живем рядом, ну и потому что нам классно есть. И всегда есть о чем поболтать, что обсудить. Я всегда со всеми хорошо общалась, со всеми дружила, ни с кем не ругалась. Я вообще не конфликтный человек. Но не было такого, что у меня какая-то целая компашка друзей, с которыми мы гуляем по району и все такое. Ну, может так, временами пару раз было такое, но не так, чтобы постоянно. Сложила вещи, теперь нужно навести здесь чистоту и порядок. Кстати, не знаю, в курсе или нет, у меня под столиком, где я крашу, стоит целая коробка с вивенными игрушками. Игрушки Вивьены тоже надо складывать, чтобы они красиво стояли, чтобы она могла подходить и выбирать любую, которая ей нравится. Кстати, вот эти две игрушки я привозила одну из Лондона, другую из Амстердама. Сейчас даже не вспомню, какую где брала. По-моему, вот эту, да, вот эту из Лондона привезла. И мне просто он понравился, у нас даже Ивы тогда не было. Мне просто понравился этот единорог. А потом в Амстердаме я увидела этого единорога и его взяла, потому что они похожи, я подумала, они будут дружить. Я не больная, если что, не психопатка. Мне просто они понравились, они красивые мягкие игрушки. Почему-то захотелось мне их купить, хотя я вообще, вот честно клянусь, я не фанат каких-то игрушек. Но потом у нас еще Вива появилась. Вот еще такая у Вивы есть игрушка прикольная. Вот такие игрушки я люблю играть, потому что она их жует. Вот это вообще ее самая, нет, самая ее любимая игрушка, это вот этот фламинго, которого нужно постирать. Я его уже стирала неоднократно. Она его слюнявит и все такое. Потом вот эта игрушка на втором месте. Эту вообще она обожает, ее единорожку. Вот так сейчас тут всех посажу красивенько, чтобы она могла выбирать, кого сегодня жевать. У нас есть даже говорящие. Так, убери свой нос. Всех рассажу. Свинка. Эта свинка вообще из Икеи. Просто она маленькая, миленькая, я решила взять. Вот такую пони недавно ей купили. Мама с папой. С пищалкой. Она мне тоже показалась очень милой. Вообще мне нравится Виве брать именно всякие милые игрушки. Мама, раскладывай людей. Вив! Вот в такие она не особо играет. Вот эту мышку она безумно любила. Кстати, ее подарила мастер по маникюру моя, к которой я ходила очень много лет. Которая, кстати, помогла мне избавиться от моей проблемы с ногтем вросшим. Я в трансляции рассказывала об этом. У нее просто тоже есть собачки, грифоны. И вот эту мышку Виву тоже очень долго в нее играла. Но она не такой сильный фанат даже маленьких игрушек. Она редко вот в такие играет, их чисто кидать хорошо. Вот таких она больше любит. Но мышку эту она безумно любила. Потом мы еще взяли ей вот такую мышку, но эту мышку она не сильно любила. Да Вива! Мама игрушки раскладывает. И вот этого ежа. Или кто это? Э, это сова. И вот эту сову Виву тоже безумно обожает. Постоянно плачет, чтобы мы ее подняли на кровать, потому что ей тяжело. Поднять ее на кровать. И вот этот уже очень миленький. Ну, короче, иногда мне кажется, что игрушки я не для Вивы покупаю, а для себя. Вот эта смешная игрушка такая есть. Вот таких просто дофига. У этого зайца вообще глаз выдернутый, посмотрите. Это вообще кошачья игрушка. Но мне понравилось, как она звенит. И вчера за долгое время впервые я услышала звон этой игрушки, потому что Вива ее вытащила. Самое забавное и самое кайфовое. То, что она сама сюда к этой коробке подходит, которая стоит под столом. Достает игрушку, которую ей надо. И это просто, смотри, так мило, так смешно. Я обожаю слушать, как она там шарпается. Маленьких таких у нас много. Вот эта игрушка, это вообще отдельная история, потому что я как-то снимала видео, и на фоне лежала эта игрушка. И люди писали в комментариях, типа, что это такое, и думали всякое. Ну, это просто... Просто игрушка. Ого! Она так сидела? Да что ты говоришь? Вот так. Вот так мы и живем. Мне нравится, я обожаю ей играть игрушки, хотя их очень много. Но я считаю, что недостаточно много. Недостаточно много. Вообще, на самом деле, то она во что-то играет, то не играет странное. Такое тоже она не любит. Короче, вот такие она не особо фанат таких игрушек. И мне жаль. Потому что я бы хотела, чтобы она во все игрушки играла. Фламинго я даже сюда убирать не буду, потому что знаю, что она его будет доставать, потом плакать, чтобы мы ей его дали на кровать. Теперь они все мило сидят и ждут, когда ты придешь с ними поиграть. Я сегодня так хотела попасть в магазин. В обычный магазин, типа продуктовый, еще что-то, потому что у нас даже стирального порошка нет. Закончился. А там уже все забито. Короче, завтра точно надо будет пойти в магазин. Знаете, все-таки недели влогов тяжело снимать, потому что бывают дни реально, когда все не так весело. Например, как сегодня. Ужасная погода, состояние овоща. Причем у меня спрашивают подписчики, типа как я реагирую на погоду, болит ли у меня голова и всякое такое. Раньше не было такого. Раньше у меня было абсолютно все равно на погоду, а потом в какой-то момент это коснулось и меня. И я никогда этого не понимала. А теперь у меня бывает такое, что погода меняется, у меня болит башка. Я думаю, пипец. Ходить собирать игрушки по дому, это кайф на самом деле. Что-то так забавно меня. Это просто умиляет. То, что она как маленький ребенок берет игрушки, бежит по квартире, где-то их оставит, забывает про них, потом идет берет другие, например. И ты ходишь просто по дому и их собираешь. Очень мило. Помните первый день недели влогов? Я рассказывала, что у меня бывают настолько разные дни. И ведь правда, заметьте, просто сравните, какой был вчера насыщенный день. Сегодня я просто весь день практически валялась дома. И это неудивительно. Я живой человек такой же, как вы все. Сегодня у меня было дикое желание поиграть в PlayStation, потому что мы так давно этого не делали, что просто пипец. Но потом это желание куда-то испарилось, когда я вспомнила, что куча дел. Эти вещи я все еще не разбираю. Меня так бесит, что они тут просто в пакетах стоят. Я это так ненавижу, потому что, ну, просто пакеты тупые, вонючие. Кстати, видите вот эти пакеты? Сейчас я вам покажу кое-что. Сейчас я вам все покажу, мои хорошие. Вчера ночью, посмотрите, что я сделала. Ха-ха, это мое собственное творение. Это бумага обычная белая. Я скотчем приклеила. Да, конечно, не идеально, но так лучше, чем пакеты дурацкие, которые там стояли. Издалека выглядит нормально. Кто не смотрел какие-то предыдущие влоги, я рассказывала, что Вивьена, наша милая собачка, туда залезает своими ногтями, лапками и землю, в общем, везде растаскивает. Но в основном на кухне. Не знаю, зачем она это делает. Но суть даже не в этом. Суть в том, что мне это надоело, я поставила туда пакеты, чтобы она туда не залезала. И они ее сдерживали, это так. Но эти пакеты так все портят, вообще не по фэншую. Поэтому вчера ночью, где-то в 5 утра, я подумала, всем заняться, мне такой рукодельница. Обожаю все класть на свои места. Я искренне не понимаю людей, у которых дома дикий срач. И мне так лень убраться. Мне так это сложно, нафиг убираться. На самом деле, уборка это очень легко. Зато какой кайф вы потом испытаете, когда у вас будет дома чисто. Тут очень мусорно, это действительно так. Но суть в том, что просто мы сегодня весь день сюда все наваливали, бла-бла-бла. И как бы комфортно, нормально. Мы сюда не заглядывали. Но такое не всегда. И сейчас я это все уберу, буквально, блин, мне кажется, минут за 5 вообще. Поэтому уборка, это не сложно. Я вообще всех призываю посмотреть этот влог, а потом убраться у себя дома. Благо, у меня есть посудомойка, и она, конечно, ускоряет процесс уборки. Видите? Уже чище. Я просто выкинула мусор. Тут у меня находится посудомойка. И нужно сейчас все это достать и разложить на полочку. Хочу ответить на этот вопрос по поводу учебы. Сейчас я нигде не учусь. Представляете? У меня нет высшего образования. Я, знаете, я против системы ПАПРУ. Я не хочу идти просто ради галочки. Если идти куда-то учиться, то учиться там, где тебе будет интересно. Я училась 3 года на журналиста. Потом у институт лишили лицензии. Но уже в тот момент я знала, что мне это нифига не интересно. Просто по какой-то глупой причине. Я думала, что раз я блогер, значит, я должна быть ведущей, журналистом и тому подобное. Но только потом, после того, как я отучилась 2 года на журналисте, я поняла, что, блин, это вообще не мое. Ну, вообще не мое. Да, я блогер, но не уверена, что я прям журналист или ведущая, или телеведущая. Не знаю. Работа должна доставлять удовольствие. Потому что, если твоя работа тебе не доставляет удовольствия, то твоя жизнь превратится в ад. Просто я не хочу мучить себя изучением того, что потом не пригодится мне в моей профессии, в моей жизни. Как бы глупо это ни звучало, я за то, чтобы учиться. Наоборот, я сейчас чувствую потребность в том, чтобы пойти учиться. И мне хочется учиться, но мне хочется изучать то, что мне пригодится в жизни, а не то, за что я просто буду платить бешеные бабки, потом мне дадут диплом, которым я буду подпирать какие-нибудь полки. Я такой не хочу. Я не хочу диплом только для того, чтобы ходить и выпендриваться тем, что у меня есть высшее образование. Хотя, конечно, конечно, мне не по кайфу то, что у меня нет высшего образования. Потому что общество. Потому что все постоянно спрашивают, как так? А ты нигде не учишься? Ты такая тупая, боже мой. Но просто нужно найти то, что вам по душе, то, что доставляет вам удовольствие и кайф. Потому что иначе вы будете очень несчастливы. Я пока не нашла такое заведение, такой институт, профессию, которая действительно доставляет мне какой-то кайф. Меня доставляет кайф делать то, что я сейчас делаю. И это самое сложное, потому что у меня бывают депрессии по поводу того, что я делаю все. Ну, типа, я и пою, и видео снимаю, и фотки делаю, и что я только не делаю. Но при этом я не знаю, типа, кто я. Я блогер? Я там модель? Актриса? Певица? Не знаю. Вот и все. Тут по-прежнему чисто и нормально. Никто мне, конечно, гадости не пишет по поводу того, что я не учусь, но я чувствую такое давление, знаете, типа, все спрашивают, а ты что, нигде не учишься? А ты хоть где-то учишься? Я ни разу не видела тебя на учебе. И еще один вопрос, на который я хотела ответить, потому что мне это настолько неприятно, меня это так бесит, то, что это спрашивают, но я не виню вас за то, что вы спрашиваете, потому что вы просто не знаете. Спрашивают постоянно, где Мэлман. В директе у меня спрашивают, а где твой хомяк, где Мэлман? Под видосами говорят, а где твой хомяк? Я не знаю, мне кажется, я говорила уже везде, неоднократно, что Мэлмана с нами больше нет, с февраля, хомяк наш умер. А еще, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы видео о том, как я сдавала на права, как вообще у меня это было, переживала я? Если да, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что многие в последнее время у меня об этом спрашивают, и сначала я не поняла, почему это вдруг резко такой вопрос стал актуален, а оказалось, что просто мои подписчики выросли вместе со мной, и сейчас многие сдают на права, собираются получать права, и, наверное, даже можно не спрашивать у вас, а просто действительно снять такое видео, но все равно спрошу, потому что вдруг у вас сразу появятся какие-то вопросы на эту тему, конкретные. Но знаете, если делать такое видео, то, наверное, я бы хотела его снимать в машине, рассказывать в машине, и, возможно, даже какие-то штучки сразу в машине показывать, которым, например, меня научил инструктор, так что напишите об этом в комментариях. Сейчас я вам покажу балкон, который я хочу разобрать и сделать здесь красоту. Ну, начнем с того, что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть чемоданов, ну, там маленький черный еще один, по-моему, это жесть. Причем вот эти три наши, которые мы сами брали, вот этот, и вот эти два мне прислали на рекламу. Давно еще. Их так много, зачем нам так много чемоданов? Нам вполне бы хватило одного большого, среднего и маленького на все наши путешествия. Поэтому эту проблему нужно как-то решать, возможно, отвозить на дачу, либо подарить кому-нибудь чего-нибудь. Единственное, что вот этот, например, очень старый. Вот этот мой любимый, с которым я постоянно путешествую. Здесь у нас тоже просто жесть лютая. Там у меня кусок фона, который можно выкинуть для мытья. Здесь тоже куча. Тут вообще все такой хлам. А там вообще, посмотрите, клетка нашего хомяка, которого с февраля уже с нами нет. А она до сих пор там. Ну, это святое вообще, я считаю. Короче, сейчас будем пытаться здесь навести красоту. И хочу вот эти полки тоже туда убрать. Единственное, что мне мешает и занимает много места, это маленькая собачка. Так, с чего мы начнем? А, еще, кстати, коробка от моего любимого пылесоса. Как ты думаешь, коробку от пылесоса выкинуть или она нужна? Нужна, конечно. Зачем? Все коробки нужны, зай. Да, все коробки нужны. Что я хотела сказать по поводу Славы и всех коробок, которые нужны. Вот все вот эти гаджеты и вот эти штучки, от них, от всех очень много коробок. Конечно. Конечно. Я их ненавижу. А вдруг переезд? А вдруг продать надо? А что если переезд? Нельзя купить какие-то коробки? Ну, в коробку положил да переехал спокойно. А не вот так вот, как мы этот рояль перетаскивали, обмотали. Ну и нормально, зато нет коробок вонючих. Обмотали полотенцем каким-то. Ну да, но это полотенце не бережет рояль. А коробка сбережет прям. А коробка немножечко, да, естественно. Ну ладно, мой пылесос, например, не испугается переезда. Наверное. Нет, твой пылесос-то понятно, вот мои эти игрушки-то нет. Ну, твои эти игрушки-то, да, ну понятно. Ты монтируешь влог спустя миллион лет, когда мы уже приехали с этого путешествия, поэтому тебе очень тяжело сейчас это делать. Мне очень тяжело, да. Блогеры, начинающие блогеры, если вы сняли влог, сразу его делайте, потому что потом, например, через месяц это делать просто невозможно. Это очень сложно. Профессиональные советы от Юлии Пушман. Если хотите, чтобы она вела свои курсы на... у нас, напишите в комментариях. У кого у нас? У меня. А, у Слава будет скоро своя школа, и он хочет, чтобы я там была училкой. Учитывала. Училкой, а? Жесть. Ладно, сейчас будем наводить порядок на балконе. Тут полнейший хаос у нас сейчас, но мы пытались навести какой-то порядок. Остальное будем делать завтра. На балконе сейчас все выглядит вот так. Мне вообще, конечно, не нравится вот эти чемоданы. Это все просто. В общем, сил моих больше нет. Хочу все это убрать и избавиться от хлама. Виволик. Будем двигать стол туда, здесь будет стоять пианино. Моя милая. Примашка. Ну что ж, ребят, я с вами прощаюсь, и все, что я скажу, так это то, что я обещаю, что завтрашний влог будет не таким скучным. если бы не неделя влогов, я бы сегодня вообще ничего не снимала, потому что сами, наверное, увидите разницу и моего даже настроения, если сравнивать с предыдущим влогом. Ну, короче, не обессудьте. Завтра будет лучше. Всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok